Друзья, всем привет! Сегодня я решила вам рассказать про новые шлемы LS2 кроссовые. Для начала немножко расскажу о бренде LS2 вообще. Многие не знают, что это за бренд, откуда он взялся. На самом деле это изначально китайский бренд, который был образован в 1990 году, и эта фирма очень активно развивалась на китайском рынке, и они в кратчайшие сроки вышли в лидеры по объему продаж шлемов. И в какой-то момент, естественно, они поняли, что нужно развиваться дальше, выходить за пределы Китая, и в 2007 году компания перенесла основной офис по разработке и по дизайну шлемов в Барселону, в Испанию. И с этого момента началась экспансия уже на весь мир. В 2008 году они получили основной европейский сертификат по безопасности, и эти шлемы начали уже распространяться по всему миру. Собственно, сейчас мы имеем очень серьезную компанию, которая занимает определенную устойчивую нишу на рынке мотоциклетной экипировки. Так вот, вот этот конкретно шлем, он называется FastEvo MX437, и чем он, собственно, отличается от других шлемов, почему мне интересно рассказать именно о нем сегодня. Потому что это шлем из, в общем, так называемого экономического класса, у него очень небольшая цена, по сравнению, например, с топовыми японскими шлемами, цена реально отличается в 5-6 раз. То есть вы понимаете, насколько серьезная разница, но при этом качество этой продукции очень на высоком уровне. Что здесь самое главное в этом шлеме? То, что он сделан по технологии KPI. Это сплав Kinetic Polymer Alloy, так называемый кинетический полимерный сплав. Скорлупа делается по технологии литья под высоким давлением, и скорлупа, она вся, так образно скажем, прошита полимерными волокнами, что придает большую жесткость скорлупе, но при этом она не трескается, и она обладает определенной вязкостью при ударе. И так что энергия, когда происходит удар, энергия распределяется на большую площадь скорлупы. Скорлупа делается в трех размерах. Вы можете подобрать себе шлем от вообще самого микроскопического 2XS до 3XL. Соответственно, это можно выбрать шлем на ребенка и на очень здорового, огромного дядю. Также вот эта технология литья под давлением, она позволяет делать очень сложную конструкцию скорлупы. И благодаря этому, помимо того, что просто вот эти вот красивые формы, да, такие ребра жесткости, все вот это вот можно сделать. Также сделана здесь очень хорошо вентиляция. Этот шлем отличается очень хорошей вентиляцией. Три входа вентиляции входит в воздух свежий и, соответственно, также выходит через вот эти вот выходные отверстия. Благодаря этому очень хорошо поступает свежий воздух, голова вентилируется, соответственно, пот тоже быстро-быстро высыхает. То есть у вас там не образуется так называемое болото, когда вы гоняете в жаркую температуру. Это очень удобно и вообще я считаю, что для шлемов такого эконом-класса это очень крутая функция, то что он хорошо вентилируется. Козырек на четырех болтах, что, кстати говоря, тоже такая отличительная особенность этого шлема, потому что обычно все делают на трех болтах. Здесь это все гораздо надежнее сделано. И, кстати говоря, в коробочке к шлему придаются запасные болтики на случай, если у вас один открутился, потерялся. Ну, их там несколько, то есть, в принципе, их все можно заменить. Козырьки тоже продаются отдельно, их без проблем можно купить, заменить. А с этим проблем нет. Что еще интересного в этих шлемах? Ну, во-первых, то, что у них достаточно широкое здесь пространство, где лицо, и они практически со всеми основными брендами, которые выпускают мотоциклетные очки, они совместимы. Конечно, в идеальном варианте, когда вы подбираете шлем, все-таки взять очки, в которых вы привыкли ездить, которые вам подходят, и померить все это вместе. Но производитель уверяет, что вот практически все очки подходят идеально. Также, что здесь интересно, здесь, если приглядеться, видно такой вот значок, написано «Очки». Но это уже имеются в виду очки обыкновенные, с диоптриями. Некоторые люди, они не могут носить линзы, и они ездят в очках в обычных. И очень неудобно их всегда вставлять шлем, потому что здесь толстые подушки, начинают давить, дужки начинают давить на виски. Здесь в этом шлеме все это продумано, и как раз в месте, где, возможно, могут быть вот эти вот дужки от очков, здесь поролон сделан максимально таким вот тоненьким, чтобы подушки свободно могли входить туда, в шлем. Естественно, все внутри подкладка, она сделана из гипоаллергенной ткани, очень хорошо моется, все это синтетическое. Там, где прилегает к коже очень мягенькая ткань, там, где вот снаружи, видите, да, вот обычный шлем, здесь он и пачкается, его, когда вы ставите на какие-то поверхности, он здесь может обтереться, истереться, а-ля обошейник. Здесь используются ткани более выносливые, в данном случае это кожзаменитель. И тоже, кстати, говорят, что нехарактерно для шлемов эконом-класса, это такие лямочки, которые сделаны для того, чтобы можно было вынуть пострадавшего из шлема, если, например, не дай бог, получается какая-то неприятная история на трассе, да, и приходит врач, и нужно снять шлем. Все мы знаем, что это нужно делать очень аккуратно, не дай бог, чтобы не повредить шейные позвонки. Для этого делаются вот такие лямочки, за них вы дергиваете внутренние вот эти мягкие щечки, и, соответственно, совершенно спокойно шлем снимается с головы. Подкладку можно стирать в обычной стиральной машинке при 30 градусах, совершенно без проблем, все это быстро сохнет, потому что это синтетика. Все очень такое вот мягенькое, приятное на ощупь. Застежка, застежка, как у всех нормальных взрослых, как я говорю, шлемов. Сделаны вот эти вот Д-образные кольца, которые максимально хорошо держат лямку. И, соответственно, приделывается тоже все это, приклепывается к самому шлему на таких плотных вот пластиковых кнопочках. Они держатся очень хорошо. Я когда попробовала его разбирать, так даже не сразу смогла отстегнуть, даже побоялась немножко, потому что показалось, что сейчас что-то оторвется. Нет, на самом деле все сделано очень качественно, очень хорошо. И я рекомендую этот шлем, на него обратить внимание именно тем, кто хочет получить максимально хорошее качество за разумные деньги. Ну и, соответственно, выбрать по дизайну можно любой абсолютно. В каталоге можно посмотреть, какие цвета выпускаются этим брендом под разные совершенно мотоциклы, да, там и под Кавасаки, и просто, там, не знаю, под Ямаху, под что угодно абсолютно. Можно купить просто белый шлем, не знаю, обклеить его наклейками, как многие делают. Так что очень рекомендую, обратите внимание, очень хороший качественный шлем.